Всем привет! И сегодня в честь Хэллоуина мы будем делать вот такое прикольное приведение, даже немножечко сложнее, чем здесь сейчас вы видите. Вот, на самом деле урок не очень сложный, просто прикольный, под праздник, под настроение, поэтому давайте начинать. Много времени у нас это не займет. Затронем немного симуляции, немного шейдинга и в принципе все. Первым делом нам нужно сделать плечики, на которых будет стелиться наша ткань, как бы тело самого приведения. Нам нужна четко выделенная голова и плечики, чтобы просто у нас не висело, как на вешалке, все наше покрывало. Поэтому мы создаем куб и сразу переходим в режим редактирования. Я нажму Tab, выделю этот полигон, нажму E, E, и допустим 1, и сюда нажму E, 1, окей. Теперь я выделю два вот этих полигона, перейду в режим сбоку, чуть-чуть их по оси Z сожму, приспущу вниз, расширю в разные стороны, верну по оси X вот сюда же. Вот, в принципе, окей. И теперь я могу сюда накинуть Division Surface и увидеть, что у нас получается неплохо. Кинем 6 Smooth и я нажму Tab и еще экструдирую вот здесь, вот этот кусочек, нашу голову чуть-чуть сожму. Ну, в принципе, все, наши плечики готовы и все окей. Теперь нам нужно создать наше покрывало, которое будет падать. Важный момент. В блендере симуляцию ткани лучше выполнять на каких-то больших размерах. То есть, если я сейчас создам плейн размером, как он есть метр на метр, я лучше нажму S и сделаю его размером как 10-метровый. Так симуляция будет выполняться более стабильно, более качественно. И, в общем, возьмите это за правило. Теперь я нажму Ctrl-A, Scale, чтобы применить размер, и приподниму повыше все это наше дело. Я вижу, что у нас ткань, она немного меньше, чем хотелось бы относиться на наших плечах, поэтому я еще немного увеличу. Ctrl-A, Scale. Окей. Теперь нам нужно добавить наших полигончиков, поскольку один полигон натянуться сюда не может. У него должны быть какие-то углы и грани. Мы нажимаем Tab, правая кнопка мыши, Subdivide и выкручиваем на Brick of Cuts до 10. Окей. Теперь нажимаем Subdivide и начинаем уже на глаз смотреть сеточку. Чем плотнее будет сетка, тем дольше будет грузиться симуляция, но тем плавнее будет сама наша ткань, и, что самое важное, она будет более мягкая. Так что на мягкость ее влияют не только настройки, которые мы ведем здесь. Вот даже вот так я поставлю. Сначала на 10 подразделил, потом на 5. Окей. Теперь мы переходим в симуляцию, нажимаем Clove и также выбираем наши плечики, нажимаем Collision. В принципе, все окей. Идем на нулевой кадр и нажимаем Play. Смотрим, как поведет себя наша симуляция. Вполне уже неплохо. Я закину сюда Shade Smooth и видим, здесь есть такие ребрышки. Я закиную Subdivision Surface, Ctrl-2. И вот уже вполне себе неплохо смотрится ткань. Я нажму Play еще раз и посмотрю. Вот, и мы видим то, что по мягкости у нас все отлично. По размеру ткань, возможно, немного большевата. Я ее сейчас еще раз подуменьшу. Вот так, Ctrl-A, Scale не забываем. Вот, и теперь можем перейти к ее детальной настройке. Мы видим, что у нас ткань, а может быть уже и нет, да, уже и нет, пробивалась через голову. Если у вас это происходит, вам нужно повысить quality steps. Это повысит уровень качества симуляции, кэшироваться будет дольше, но зато таких проблем, как проникновение через объекты, происходить не будет. Я поставлю, допустим, здесь семерочку сразу на перспективу вперед. И теперь под настрою нашу ткань. Я поставлю ее в вес, в принципе, как есть. 0,3 меня устроит. И поехали. Мы сейчас не будем детально разбирать все здесь настройки. Я просто введу, и как бы вы можете их повторить. И когда вам будет нужно, просто введете эти же настройки и получите такую же ткань. Также здесь есть пресеты, если мы нажмем вот сюда, и можем выбрать катан, деним, кожа, не помню, что такое, рубер, силк, резина. В общем, пресеты, которые можете использовать. Настройки, которые, если вы хотите, чтобы ваша ткань вела себя следующим образом, введите мои настройки, и будет все у вас примерно так же. Я эти значения подбирал, меня они устроили, и все окей. В будущем я сделаю отдельный детальный урок по симуляции в ближайшем будущем ткани. Мы разберем каждую здесь настройку, что за что отвечает, для чего она нужна. А сейчас у нас просто фановый коротенький видео урок. Итак, это мы с вами сделали, и теперь нам нужно двигаться дальше. Первым делом мы должны перейти в вкладку Collision. Во вкладке Collision нам нужно поставить парочку галочек. Одна у нас уже стоит, и вторая Self Collision. Что такое Self Collision? Мы видим, что у нас сейчас ткань пересекает саму себя, и она не симулируется. Она симулируется с внешними объектами, но при этом не симулируется между собой. А когда мы ставим Self Collision, симуляция между собой в ткани нашей включается. Ждем. И видим, проникновение уже не происходит. Она у нас вот таким образом симулируется. Вот и все, образуя вот такие складочки и так далее, и тому подобное. Отлично. Теперь я возьму нашу вот эту штучку, возьму вот эти наши полигончики, и выдвину их чуть-чуть вперед, чтобы как бы приведение ручки вперед протянул. Вот следующим образом. Отлично. И я хотел бы попробовать еще раз подразделить на один раз, сделать еще более плотную сетку, и посмотреть, какой у нас будет результат. Да, видим, сразу намного медленнее стало грузиться. Я поставлю на паузу, и посмотрим. Окей, я уже на этом этапе вижу, что у нас ткань стала еще более мягкой и более гибкой. У нас появились дополнительные складки, и если вам нравится этот результат, и вы хотите больше складок, больше такой тканевой ткани, то сделайте, как сделал я сейчас, подразделив еще раз. Можете еще раз подразделить, вот, но я сейчас в целях экономии времени вернусь на предыдущий вариант. Вот, и теперь нам нужно этот весь кэш каким-то образом с вами сохранить. Мы идем вниз в настроек нашей симуляции, и здесь в кэш, заходим сюда, просто кликаем кнопочку bake кэш. Важный момент. Симуляция всегда будет кэшироваться с первого кадра, а рендерить вам его не всегда нужно. Я, например, хочу, чтобы длина моей секвенции была 200 кадров, 25 кадров в секунду. Я иду сюда, включаю 25 кадров в секунду, и мне нужно 200 кадров. Но я же не могу включить в эти 200 кадров вот этот вот момент, где падает ткань. Поэтому я могу нажать play и посмотреть, на каком моменте ткань у меня уже упадет и будет себя достаточно хорошо чувствовать. И это у нас на сотом кадре. Окей. И теперь я могу нажать кэш в настройках симуляции нашей ткани внизу. И посмотреть, что у нас получится. Я ставлю на паузу, пока кэшируется. Ой, стоп. Мы посмотрели, сотого кадра у нас нормально ведет себя секвенция, поэтому я хочу, чтобы было 200 кадров. Я просто делаю нашу секвенцию 300 кадров. А потом при рендере я отрежу первую нашу половину, сделав 100 кадров. Но когда кэшируем, делаем с первого кадра. Окей. Это мы сделали. И теперь давайте нажимаем кэш и смотрим, что у нас с вами получается. Так, все у нас закэшировалось. И мы теперь в прямом эфире можем вводить вперед-назад и смотреть на поведение нашей ткани. Ведет на себя следующим образом. В принципе, меня это устраивает. Хотя нет, хотелось бы, наверное, помягче. Поэтому я снова подразделю. Но перед этим важный момент. Мы не ввели количество кадров симуляции вот здесь. Я нажму Delete Cache. Введу здесь до 300 кадров. Чтобы все было хорошо, но нам сейчас симуляция не нужна, мы возвращаемся. Я нажму правую кнопку Tab. Правая кнопка мыши сейчас обдевает еще раз, чтобы ткань была помягче. И теперь я нажму Edge и скрою нашу ткань. Она нам тут пока что не нужна, чтобы она процессор не грузила. Окей. Или мы можем даже сделать вот так. Сначала отключить симуляцию, а теперь уже ткань. Чтобы у нас спокойно на таймлайне все двигалось. Теперь нам же нужно, чтобы наше поведение летало. Поэтому мы должны анимировать вот эту нашу штучку. Вот. И я предлагаю сразу нам поставить камеру. Я поставлю камеру, нажму N, зайду во View, камера в View, отдалюсь. Выставлю камеру примерно так. Выставлю разрешение 1080 на 1080. Вот таким образом. Теперь я нажму N и введу координаты получше. Вот таким образом. Просто выровнял их. Окей. Теперь у нас есть вот эта штучка. Это наше приведение. И мы можем это все дело у нас анимировать. Мы открываем таймлайн. И вот эта штука у нас должна летать с сотого по трехсотый кадр. Мы это помним. Значит, окей. Я ставлю ключик на 80 кадре где-нибудь здесь. И, возможно, да, еще Rotation ставлю. И теперь я иду на, допустим, 140 кадр. И двигаю вот сюда. И по Z поворачиваю вот в эту сторону. Теперь я иду куда-нибудь вот сюда, обратно. По Z куда-нибудь сюда. Сделаю просто подлет наверх. И возвращение где-то здесь, там, к 310 кадру. Вот так вот. Окей. Теперь мы можем проиграть и посмотреть, как у нас здесь все это происходит. Сейчас у нас программа стала подлагивать. Нам нужно разобраться, почему. Первым делом я нажму на Plane. Посмотрю. Здесь у нас куча полигонов, куча вот этого всего. Проверим. Опа. Все, да. Подключали. Жизнь пошла. Теперь смотрим на поведение нашей вот этой штучки. Как она летает. Плавно, не плавно. Пока что не очень плавно. Окей. Мы можем нажать вот сюда. И выбрать здесь Graph Editor. Окей. Теперь выбираем нашу вот эту штучку. Нажимаем здесь Normalize. Вот. И получаем доступ к нашим графикам. Что я хочу сделать? Я хочу выделить просто все наши графики. Полностью весь. Нажать S, X. И... Нет, так у нас не пройдет. Окей. Я нажимаю каждую точку по отдельности. И по X немного растягиваю. Чтобы скорость основного смещения, как движение, сместить в центр нашего графика. Чтобы у нас сначала все замедлялось. Потом быстренько шло. А потом ускорялось. Быстренько шло. Замедлялось. Снова ускорялось. Быстренько шло. Замедлялось. Видим, что у нас получается. И давайте сделаем эту процедуру для всего графика. В принципе получилось окей. Я нажму N. View. Камера to view. Отдалюсь. И посмотрю еще раз на наш масштаб. Я возьму камеру и пододвину ее вперед. Вот так, думаю, до 20 метров. Брошь здесь на нули. И вот такой результат мне уже устраивает. Теперь я нажимаю timeline. Снова я включаю наш plane. Включаю на нем все наши симуляции. Окей. И теперь выходим отсюда. И видим, что наш plane где-то там. Мы должны перейти в первый кадр. Plane вернется на место. Вот. И мы видим, что сейчас они не соотносятся по высоте. Видимо. Мы отправляем наш plane чуть выше вот этой штучки нашей. Наших плечиков. Идем в clove. И теперь уже финально. Нажимаем clove. Bake. Смотрим теперь по 300 кадр. И ждем, пока все прокашируется. Так. У нас все закашировалось. И теперь можем посмотреть результат. Будет немного подлагивать, потому что у нас много полигонов. Но да ладно. Мы все поймем. Итак. Вот она падает, падает, падает. Вроде бы у нас все хорошо. Сейчас у нас начинает шевелиться наша вот эта штучка. И все. Да. Наше приведение полетело. Все. Начинается динамика от того, что у нас подлетает ткань туда-сюда. И вот теперь наше приведение выглядит так, как должно выглядеть. Все четенько. И мы можем перейти к следующему шагу. Первым делом я предлагаю накинуть модификатор Solidify, чтобы дать плотность нашей ткани. И она была более похожа на реальную. Просто закидываем Solidify. И она приобретает определенную плотность. Это нам нужно для нашей рейдинги. Чтобы и плюс когда мы будем видеть грани, чтобы они были нормальные, а не вот такие плоские. Окей. Это мы сделали. Это наша симуляция уже никак не повлияет. И я сразу ограничу наш рендер с сотого кадра, чтобы у нас наша симуляция выполнялась не сначала, где падает, а вот уже отсюда и вот досюда. Окей. Оп. Важный момент. У меня сейчас вся ткань упала направо. Видим. При подлете она ее подкинула и она улетает. Вы можете контролировать такие моменты. Вы можете контролировать такие моменты. Да, она практически уже слазит. Но главное, что не открывает наше само привидение. Можно будет сделать какой-то вот такой ракурс. Будет прикольно. Увидим пустоту внутри. Вот. Вы просто сможете подвинуть вот эту вашу штучку, чтобы она более аккуратно подлетала вправо и не создавала такой эффект. Или просто ее, в принципе, подвинуть вбок. Или ткань вбок. И в итоге все распределится, как нужно. Или сделать ткань немножко тяжелее. Вот здесь. Чтобы она так у нас не подлетала. Но мы остановимся на таком результате, чтобы времени не тратить. И теперь предлагаю перейти в шейдинг и настроить какой-то базовый наш материал. После чего мы уже чуть-чуть его усложним. Итак. Я предлагаю создать новый материал. И перед этим мы создадим новый мир. Сделав его черным полностью. Перейдем в рендер. А рендер мы выставим с вами Cycles. Окей. Да, я погрячился. Давайте перед этим поставим свет. Я нажму Shift-A, Light, Area Light. И подниму вот таким образом. Окей. Увеличу. И теперь смещу куда-то вот сюда, наверное. И направлю в голову нашему привидению. Посмотрим. Давайте сделаем вот так. И увидим, вот наша камера. Нам нужно от нее вот сюда вот отодвинуть. Окей. Теперь идем вот сюда. И направляем в голову. И поднимаем. Теперь мы создали вот такой вот эффект окантовки, который еще не видно. Но если мы будем поднимать мощность, мы видим то, что начинает прорисовываться. Что-то у нас на гранях. Я поставлю что-то в районе 5000, наверное. Даже 15000. Окей. И теперь я хочу добавить какой-то рисующий свет, который будет создавать нам основной светотилетневой рисунок. Я снова создам Эрию и отодвину ее по оси Y. Вбок. Вот прям вбок. Окей. Теперь я ее поверну на 90 градусов. Увеличу. И давайте посмотрим, что у нас с этим всем происходит. Поставим здесь что-нибудь в районе 5000. 10 тысяч. И вот это вот окей. Теперь нам осталось только залить вот эти тени темные. И я просто возьму нашу вот эту штуку. Отведу ее вот сюда. Направлю спереди. Сбоку. И понижу до 2000. Даже еще меньше. До 500. Вот таким образом у нас тут были полностью черные провалы. А мы добавляем какой-то контраст. Здесь даже 250 оставлю. Окей. Вот такой свет мы оставляем. И начинаем настроивать наш материал. У нас есть наш стандартный принцип LBSDF. Вот. И давайте просто настроим сначала цвет, а потом уже настроим материал нашей ткани. Я сделал чуть-чуть голубоватое приведение. Вот так вот его кину. И окей. И теперь просто создаем текстуру, которая будет имитировать нашу ткань. Я создам Magic Texture. И она имеет вот такой вот паттерн. Я нажму Ctrl-T, чтобы получить доступ к координатам. Здесь, наверное, давайте скилл просто увеличим. И вот. И мы видим то, что сам паттерн, он похож на ткань как бы. Я увеличу его значительно до 500, например. Да. И вот так вот, если приближиться, мы получим паттерн нашей ткани. Важный момент. Мы можем приближиться и посмотреть. Да, для ткани вроде бы так и выглядит. Вроде бы хорошо. Но на общем плане мы видим то, что у нас все вот так сливается. И мы не видим фактуру ткани как таковой. Поэтому можно идти в разрез там с физикой и немного ее уменьшать, чтобы она у нас как-то проглядывалась. Окей. Теперь мы с вами создаем ноду Bump. Подключаем фактор нашей Magic Texture к Height. Еще раз. Вот таким образом. Окей. И теперь это дело отправляем в Normal. Можем смотреть, что у нас получается. У нас получается вот такая вот текстурка. Да, я все-таки еще немного уменьшу перебор. До 500. Уменьшу силу до половинки. И вот у нас получается вот такая крупнозернистая ткань. Окей. До 700 еще увеличу. Вот так отлично. И еще важный момент. Ткань у нас она прозрачная. Ну в жизни реально она просвечивает. И просвечивает она между швами. Круто, что у нас Magic Texture как раз таки делает вот такую вот градиентную текстурку нашего шва, где есть темные, светлые, средние участки. И она может давать нам как раз таки ровно этот эффект. Поэтому я просто этот фактор подключу еще и к Transmission. Она у нас не чисто черно-белая. То есть у нас не будет полностью прозрачных и полностью непрозрачных участков. У нас будет такой прозрачненький эффект ткани, который нам и нужен. Окей. Это мы сделали. И теперь мы можем немного поиграться и добавить еще немного интересного эффекта. Я возьму Mix Shader. Закину его вот сюда и возьму ноду Transparent. Transparent. Окей. И закидываем ее вот сюда. И у нас получается. Теперь мы можем делать прозрачное проведение и непрозрачное проведение. Когда фактор .5, оно такое полупрозрачное. Мы видим его и видим как раз нашу тут голову. Но мы можем это немножко усложнить и добавляем такой эффект, как Layer Weight. Он создает нам маску либо по френелю, либо по фейсингу. Я возьму вот эту вот. И просто цепану. Это все дело к нашему фактору. Давайте возьмем вот так и отправляем фактор. Окей. Здесь мы можем поработать над контрастом. Я буду уменьшать вот как-то так. Да. Чтобы у нас были полностью черные участки и белые. Вот так вот оставлю. Это 1.80. И мы получаем вот такой эффект. Вот. А теперь у нас на краях наше приведение будет и на складках просвечивать. Но при этом не будет просвечивать в какой-то своей общей массе. Просто будет такой эффектик необычный, небольшой сделанный. Вот. И теперь мы можем, если хотите, во-первых, поднастроить свет. Свет я увеличу еще до 15 тысяч. И здесь я увеличу до 350. А задний я увеличу до 25 тысяч. Вот таким образом, наверное. Вот. Это, наверное, еще до 25 тысяч я тоже увеличу. Вот. Чтобы он был поярче. Окей. Вот так теперь мне нравится. И после того, как мы это сделали, не забываем сохраняться, мы можем положить какую-нибудь еще текстуру сюда вот наверх. И давайте я просто возьму и создам Wave Texture. Подсоединю ее к нашим координатам Ctrl-T и как-то поднастрою. Я возьму Scale и добавлю Distorsi какой-то вот такой. Нет. Я уменьшу Scale. Хочу уменьшить Detail. Вот так вот. Но при этом я хочу иметь более контрастные края у нас. Поэтому я теперь добавлю ноду Mapping Ramp. И просто накручу вот таким образом контраст. Вот. Отлично. И теперь я могу все это дело покрасить. Я возьму наш HexCode отсюда, цвет который мы подставили, и вставлю его вот сюда. Окей. И теперь я могу подсоединить это все сюда, и мы будем иметь вот такую вот текстурку. Но я хочу, чтобы здесь были какие-то интересные эффектики. Вот. В референции в начале, который вы видите, вы сейчас снова видите его на экране, где у нас бежит текст по нашему приведению. Я сейчас расскажу тоже, как это сделать. Вот. Но мы видим, что он такой железненький. Поэтому что мы можем с вами сделать? Мы берем и создаем еще одну ноду Mix Shader. Окей. Вот таким образом. Теперь мы берем ноду Анизотропии. Анизотропик без Диев. И цепляем ее здесь вот снизу вот так вот красивенько. Отлично. Я нажму сюда, и мы можем выкрутить, настроить Roughness. Так, так, как нам нравится. Я поставлю на точка 5. Мне так нравится. Так, прикольно. И теперь я возьму Noise Texture. Я хочу ее как-то покрасить. Я просто возьму Noise Texture, нажму вот сюда, и вижу то, что здесь, если выбрать Color, здесь какие-то цвета. Окей. В принципе, вот так ок. Я подсоединяю Color к Color, и мы можем видеть уже вот такой прикольный эффект. Мы можем подергать Scale, покрутить Detail, как хотите, и настроить какую-то более такую палитру. Я, возможно, еще добавлю сюда Hue Situation, и просто Situation подниму, чтобы цвета были поярче. Даже, возможно, надо до двух покислотнее. Так, вот таким образом. Окей. И так и оставлю. Окей. Теперь, если я нажимаю Mix Shader, у нас миксует наш основной материал с вот этим. Но мы можем взять и, во-первых, сдублировать вот эту ноду, подсоединить Color, и использовать вот эту маску нашу, вот эту, как фактор нашего, вот здесь, в нашей ноде. Почему я сейчас сдублировал Ramp? Здесь у нас голубой цвет, и я верну его на белый, чтобы сохранить четкий вот этот наш контраст. И теперь, так, нажимаем на цвет, идем сюда, укручиваем на максимум, и получаем белый цвет. И теперь его я уже подсоединяю к фактору в нашем Mix Shader. И вижу, что у меня, наоборот, все стало таким анизотропным, а внутри у меня ткань. И я просто добавляю ноду Invert вот сюда, и получаю тот эффект, который хотел. У меня есть ткань, но вот эти наши полосочки, они у нас становятся вот такие вот железные. И вроде как прикольно, вполне себе необычно, и с этим можно работать. Вот, я хочу с лица немного приспустить сейчас полоску, оставив место для глаз где-то вот так, окей. Вот, и важный момент. Если вы захотите пустить текст, то вам нужно зайти в UV Editing, понять, что у вас здесь просто квадрат, и вы можете зайти, например, в какую-нибудь программу по типу After Effects. Давайте я это сделаю. И создать квадратную композицию. 1080 на 1080. Поставить основной цвет заливки, такой, какой вы хотите. Например, вот такой взять текст и написать его. Важный момент, что у вас ткань, она симулируется, она двигается, и вам нужно примерно угадать, где это будет находиться. Пишем текст, который хотим. Вот, оставляем его, вводим статичную картинку в PNG. Потом снова возвращаемся в Blender. И после того, как мы это сделали, в Shading добавляем вместо нашей ноды Wave Texture, здесь Image Texture, и цепляем ее туда. А дальше, если хотите анимировать, просто анимируем позицию Location. Вот и все. Окей, это дело мы сделали. И давайте финализируем. Немножко попробуем усложнить. Я сейчас выберу нашу вот эту вот часть, нажму Tab, и перейду вот сюда. Я нажму I, и экструдирую еще вовнутрь. Вот таким образом. Окей. Теперь у меня есть вот такая впалая область здесь. И я возьму Plane. Зайду в режим редактирования. Вот таким образом его сомкну. Поверну на 45 градусов. Shift D. И еще на 90. Теперь в другую сторону поверну. Вот таким образом. Теперь я это все выделю. Нажму Shift D. И смещу как-то вот так, например. Окей. Теперь я могу развернуть в нужную мне ось. Вот таким образом все это дело. И подставить наши глазки на то место, где они должны находиться. Нам только немножко нужно скорректировать их плоскость. Поскольку у нас приведение симулируется. И просто загоняем их вовнутрь. Ставим примерно по центру. И загоняем вовнутрь. Вот таким образом. Смотрим. Вроде бы все окей. Теперь я выделил сначала их. Потом наше приведение. Зажатым шифтом. Нажал Ctrl P. Обжект. Теперь они будут следовать за нашим приведением. Окей. Мы выбираем наши крестики. Идем в Shading. И создаем для них новый материал. Удаляем наши принципы бездев и добавляем ноду Emission. Окей. Цепляем ее к нашему Surface. И ставим какой-нибудь теплый оранжевый цвет. Вот такой. И силу в 15. И получаем вот такой вот результат. Сейчас мы видим, что у нас просвечивается. А, кстати, мы можем наш куб вот этот, с которого симулилась. Да. Мы его сейчас с вами просто отключим. При этом видим, что наши вот эти штучки, они пробивают нашу геометрию. Поэтому мы их просто погрузим вовнутрь. Я перейду в Иве. Погружаем вовнутрь. Погружаем чуть вниз. И давайте просто пролистаем и посмотрим, как у нас все это дело будет себя вести. Не будут ли они у нас выходить наружу. Да, этого не происходит. И теперь можем пойти в Shading уже финально. Нажать сам Shading. И здесь просто усилить еще сильнее. До 150, например. Отключим свет сейчас временно. Вот. И мы увидим то, что наши глазки здесь есть. У нас есть дополнительное свечение. Чтобы оно стало более явным, нам нужно его подводить к краю. Для этого я его уменьшу, чтобы не выходило. И подведу вот так к краю. Окей. Теперь мы видим то, что у нас там как раз начинают просачиваться наши крестики. Давайте попробуем сделать еще сильнее. Нет, это не тот эффект, который я хочу. Оставим на соточке. И просто подведем еще немножечко сильнее все это дело к краю. Так, я возьму просто наши вот эти штучки и еще сильнее к краю. Вот таким образом. И теперь, вот так она чуть-чуть вылезла. Можем наблюдать наши крестики в глазах. В общем, вот такой вот эффект. И вот такое вот привидение. Дальше я советую вам рендерить, при таком разрешении, рендерить хотя бы на 500 сэмплах. В Cycles, естественно. Не забываем указать здесь GPU. А также в Compositing поставить Use Nones и добавить здесь Denosing для того, чтобы у нас работал шумодав. Также, возможно, понизим еще немножко наш Roughness вот до таких пор. Окей. Теперь мы видим вот такой вот результат. И я сейчас финально хотел бы немного, наверное, нашу текстурку увеличить. Так, я ее сейчас сброшу и заново поднастрою. Я нажму Scale, растяну. Можем сделать UV, кстати. Вот. И теперь я добавлю Distors'е сюда. Detail'ы. Меньшу. Окей. И оставлю вот такой вот результат. Смотрим. Да, вот так вот только. И теперь просто нажимаем Ctrl F12 и у нас весь наш проект рендерится. Вот. Но после того, как он отрендерится, вы могли заметить, что у меня есть дополнительные Distors'е и прочее. Просто импортируем вашу секвенцию в After Effects, выбираем ее и добавляем эффект, который называется Universe Aberration. Для этого вам потребуется пакет от Radiant Universe. И здесь в разделке Universe Distort будет Chromatic Aberration. Мы его выбираем и у нас получает такой эффект. Можем открыть Dashboard и здесь выбрать пресеты. Если я нажму Chromatic Aberration, один раз у меня откроются пресеты, я могу их прощелкивать и выбирать то, что мне нужно. То, что мне понравится. И я вот такой вот вариант выберу. И также здесь я могу уже подкрутить. Давайте я, во-первых, удалю лишнее. Я могу, во-первых, увеличить Lens Blur посильнее, Fall Off поставить поменьше, Radial Blur добавить посильнее. И также я могу перейти в Channels и здесь поменять значение на что-то, не знаю, вот такое, вот, например, мне нравится. И у нас все готово. Вот и все. Спасибо за просмотр. Всем удачной практики и удачного Хэллоуина. Пока.